Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги Левит, читаем перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Тонкости, подробности, детали всевозможных жертвоприношений, которые сегодня никто не совершает, иудеи не совершают, потому что нет больше храма, и они надеются, что когда-то он вернется. Христиане не совершают, потому что крестная жертва Христа сделала ненужными эти жертвоприношения, ну а всем остальным это и вовсе не интересно. Почему это интересно нам? Но мы все пытаемся из этого извлечь какие-то принципы богопочитания, которые есть в Ветхом Завете. Вот правило для возместительного жертвоприношения. Это святыня-святынь. Возместительную жертву режут на том же месте, что и жертву всесожжения. Надо окропить жертвенник крови со всех сторон, возложить на жертвенник весь жир, курдюк, жир с внутренностью, а также обе почки и тот жир, что на них у бедер, и отросток печени его надо извлечь вместе с почками. Священник должен сжечь все это на жертвенника, как дар Господу. Это возместительная жертва. Все мужчины из священнического рода могут ее есть. Ее надо есть на святом месте. Это святыня-святынь. Кто чего запомнил, уверен, что почти никто ничего. Но смысл-то очень просто и понятен. Есть жертвы всесожжения, сжигаются целиком. Есть жертвы, у которых извлекается некоторая часть. Причем это такая часть ценная и легко определяемая. Это паучки, отросток печени. Вот, наверное, они хорошо себе представляли, какой именно отросток. Жир, который вокруг них. У овец и баранов еще и курдюк. Курдючный жир, он довольно ценный. До сих пор на рынке продают выходцы из Средней Азии или Северного Кавказа как отдельный и, в общем, ощутимо стоящий товар. Это Богу. А все остальное ешьте. Но все остальное ешьте не в том плане, что это идет на рынок. Между прочим, потом будет апостол Павел волноваться. Не он, точнее его корреспонденты. Будут ли на рынке продаваемые всякие мясные продукты идоложертвенными? Не окажутся ли они принесенными в жертву? Та часть, которая не сжигается. Для израильтян это невозможно. Это не на рынок. Это только священникам на пропитание. И фактически, потребляя это мясо, священники приносят его в жертву в том смысле, что они как служители Господа питаются тем, что Господу было отдано. И для возместительной, и для очистительной жертвы правило одно. Жертва принадлежит священнику, который совершает искупительный обряд. Разницы нам сегодня мало понятна, но тем не менее возместительная. То есть человек нанес некий ущерб Богу, что-то такое непроизвольно, случайно, если он это сделал специально, там совершенно особая статья. Нарушил, лишил его какой-то доли, вот он возмещает. Очистительная он точно так же непроизвольно согрешил. Но здесь грех понимается как ритуальная нечистота. Попал, например, под собственную клятву обета. И, соответственно, вот он очищается от этого. И принцип один и тот же. То есть эта жертва, она выкупает жизнь человека от проклятия, от наказания. Священник, совершивший все сожжение за другого человека, берет себе шкуру животное, которое он принес в жертву. Ну вот ему даже какой-то гонорар предусмотрен. Хлебное приношение, испеченное в печи, приготовленное на противне или на сковороде, принадлежит священнику, совершившему жертвоприношение. Всякое хлебное приношение, смоченное оливковым маслом или сухое, принадлежит всем потомкам Аарона в равной мере. Ну и смотрите здесь вот тоже, чтобы не было такого. Кто первым успел к жертвеннику, тот все себе и заполучил. А у них как бы общий котел, да, то есть священники, которые служат при святилище, получают некий общий такой вот пай, что называется, вот свою общую долю вот этих самых жертвоприношений. Так, ну давайте вернемся к самой интересной жертве, пиршественной. Почему? Потому что это совместная трапеза с Богом, человеку, у которого все хорошо, приносит такую жертву. В синодальном переводе она названа мирной, что наводит нас на совершенно посторонние мысли о жертвах мирных, в смысле невинных каких-то военных действий или катастроф. Но на самом деле это жертва, которая приносится в состоянии мира, покоя, благополучия, благодарности Богу, когда его приглашают за один стол с собой. Или, точнее сказать, к нему просятся за его стол пиршественный. Вот закон для пиршественной жертвы, которую человек приносит Господу. Если она приносится в знак благодарности, ну то есть что-то хорошее в жизни произошло, то благодарственную жертву должно сопровождать приношение пресного хлеба с моченым оливковым маслом, пресных коржей, помазанных маслом, пресных, то есть без дрожжей, там все хлебное приносится без дрожжей. Или пешек из пшеничной муки из хорошо замешанного теста с моченым маслом. Это приношение, к которому добавляется хлеб из дрожжевого теста. Смотрите, к нему добавляется, то есть это не часть этого приношения, но хлеб из дрожжевого теста, потому что это обычный хлеб, который люди едят за столом. Должно сопровождать благодарственную пиршественную жертву. По одному хлебу каждого вида берется для подношения Господу. Эта доля принадлежит священнику, который совершал окропление крови пиршественной жертвы. То есть он это просто ест. Это не сжигается, квасной нельзя сжигать, но это ему дается как продовольствие пропитание. Мясо благодарственной пиршественной жертвы должно быть съедено в тот же день. Ни одного кусочка нельзя оставлять до утра. Тоже важный принцип, да, то есть все здесь и сразу. Принося жертву по обету или добровольную жертву, нужно съедать ее в тот же день, а остаток на следующий день. Вот пиршественная, она такая полноценная, а обед, то есть обещал Богу, если вот что-то у меня получится, то принесу жертву. Добровольная, соответственно, ну просто вот от щедрота, от радости, от желания угодить ему. Тут можно растянуть. Принцип довольно странный, но мне кажется, что благодарность, она здесь и сейчас полностью. А вот все остальное, ну нет вот такой мысли о том, что это обязательно что-то очень краткое. То мясо, что останется на третий день, надо сжечь. Если мясо пиршественной жертвы идет, и на третий день эта жертва не будет угодна, она не будет защитна тому, кто ее принес. Это порченое мясо, и кто его ест, на того ляжет вина. Ну у них, во-первых, нету холодильников, да, климат жаркий, поэтому, конечно, три дня держать мясо нездорово. Ну и такой принцип, что не надо растягивать, вот людям свойственно откладывать, беречь, копить, вот этот кусочек съем завтра, послезавтра. Вот не надо этого. Если ты перед Богом, то все происходит здесь и сейчас. Мясо, которое соприкоснуло с чем-либо нечистым, есть нельзя, его нужно сжечь. Только тот, кто чист, может есть мясо. Это уже правило для всех израильтян, да, у священников свои правила, но израильтяне тоже что делают нечистым? Прикосновение к мертвому телу, истечение из тела и так далее. Кто, будучи нечист, ест мясо пиршественной жертвы, принесенной Господу, тот будет истреблен и оторван от народа своего. Вот смотрите, очень жесткие наказания за нарушение границ, чистоты и нечистоты. Люди, которые прошли через карантин в период пандемии, наверное, это оценят, но у нас, правда, истребляют не в прямом смысле слова, а там штрафуют и сажают какие-нибудь обсерваторы, но принцип один и тот же. Вот не должно быть смешения чистого и нечистого. Кто коснется чего-либо нечистого, будь то нечистота человека, или нечистое животное, или нечистая мерзкая тварь, а затем поест мясо пиршественной жертвы, принесенной Господу, тот будет истреблен и оторван от народа своего. То есть он отказался соблюдать правила чистоты, и его удаляют из этого. Означает ли это убийство или изгнание, не знаю, а это даже не важно. Важно, что вот среди народа такого не будет. Жесткое наказание, тем не менее. Господь сказал Моисею, «Возвести сынам Израилевым жир коров, овец и кос не ешьте. Жир животных и сдохших или растерзанных зверями употребляйте для всяких нуж, но только не в пищу». Ну, то есть, там, смазывать что-нибудь, да. «А кто ест жир животных, принесенных в дар Господу, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего. Где бы вы ни жили, не употребляйте в пищу кровь птиц и животных. Кто употребляет в пищу кровь, тот будет истреблен и отторгнут от народа своего». Кровь и жир, они понимаются как то, что принадлежит Богу. При этом жир животных, негодных в пищу, а значит, негодных и на жертвоприношение, да, можно использовать для хозяйственных нужд. Ну, кровь для хозяйственных нужд использовать невозможно. Господь сказал Моисею, «Возвести сынам Израилевым, приносящий першественную жертву Господу, пусть счастье ее отдает Господу. Своими руками он должен преподнести Господу свой дар, пусть отдаст жир и грудь животному, чтобы эта грудь была вознесена пред Господом, как дар». То есть, тоже важная деталь, человек сам режет свою жертву, сжигает ее священник, но здесь он еще и отдает своими руками, то есть он угощает Бога фактически, ну или священника, которому он угощает Бога, да, поскольку священник его представитель. «Пусть священник сожжет жир на жертвеннике, а грудь жертвы принадлежит Аарону и его потомкам. Правое бедро ваших першественных жертв отдавайте священнику как подношение. Правое бедро – вдоль того из потомков Аарона, кто возлагает на жертвенник кровь и жир першественной жертвы». Вот очень четко определено это, ну вот, кусок груди, грудинка, да, и бедро, то есть, текорок. «Ибо я беру у сынов Израилевых из их першественных жертв грудь жертву, возносимую как дар, и бедро, приносимое в дар, и отдаю их Аарону священнику и его потомкам. Это доля, которая причитается им вовек от сынов Израилевых». Заодно это и забота об их пропитании. Такое вознаграждение получают Аарон и его сыновья со дня своего посвящения в священники Господа из даров, приносимых Господу. Когда Господь помазал их, он повелел, чтобы сыны Израилевы отдавали им это вознаграждение из века в век, из рода в род. Таков закон для всесожжения, а также хлебных, очистительных, возместительных, посвятительных и першественных жертвоприношений. Как они во всем этом разбирались? Но мы же разбираемся, я не знаю, в современных тонкостях интернета, Уголовного налогового административного кодекса, да? А тут всего лишь хлебные, очистительные, возместительные, посвятительные и першественные жертвоприношения. Пальцев двух рук достаточно, чтобы перечислить. Для них это была вот их жизнь с Богом, и для них эти жертвы были не просто какими-то ритуалами, но с средством общения с ним. Все это Господь возвестил Моисею на горе Синай, когда повелел, чтобы сыны Израилева совершали приношение Господу в Синайской пустыне. Снова повторяется эта мысль. Человек приходит к Богу, не пинком дверь открывая, но приходит в определенное время, в определенное место, по определенным правилам, с определенными ритуалами. И, наверное, сегодня нам эти ритуалы кажутся мелочными. Ну, какая разница, сжечь там почки или, я не знаю, что-нибудь еще. Отдать священнику правое бедро или отдать ему там левую лопатку. Да, какая разница, все равно мясо. А может быть, мы хотим творческий. Но все-таки подход понятен. Это такая педагогика. Вот научитесь соблюдать правила, как ребенка учит маленького, что нужно там писать и есть правой рукой. Ну, есть левши, конечно. Или там, что нужно каким-то определенным образом одеваться, умываться по утрам. Да, а не просто так вскочил и побежал играть. И когда это все уже становится частью опыта человека, частью его повседневной жизни, вот тогда можно говорить о том, что не это самое главное. Новый Завет это, конечно, скажет. Новый Завет